Не страшно тебе? Не. Все хорошо? Да. Ему всего два года, однако Саша не понаслышке знает, что такое страх. В этом пункте временного размещения мальчик вместе с родителями живет в середине мая. И до сих пор ребенка пугают громкие звуки. Недавно был гром, у ребенка была ужасная истерика, он прятался под кровать. Вот до сих пор, спустя сколько месяцев, он до сих пор это не забыл. Он заставил меня выйти с ним в коридор, пока все это не закончится. Еще был момент, отключили свет на 10 минут, плюс гром, молния, он очень боится. Дядя Бах. Просто мы когда из города выходили, на дно летали самолеты, и были обстрелы по соседним улицам. Все горело, трупы, ну в общем это было очень страшно. У семьи сгорели квартиры. Дом, в котором жили после, тоже разрушен. Они все еще учатся жить без страха. Налаживают быт. Саша пошел в детский сад. Вместе с ним в группу ходит его сосед по комнате Марк. С мамой Аленой приехал сюда из Мариуполя немного позже. Там условий не было находиться, ни садика, ни воды, ни света, ну ничего не было. Я когда сюда приехала, вот когда меня забрали, у меня ребенок сразу, мама, свет, вода, ну как бы все, там трава растет, фонтаны. Для него это так было, ну как бы, поэтому да, только из-за него приехала. Илона и Алена родственницы вместе живут, помогают друг другу и вскоре планируют трудоустроиться. Папа Саша тоже нашел подработку. В целом жизнь начинает налаживаться. Со временем, ну, привыкли. Во-первых, очень хорошая администрация. Они нам во всем помогают, и с документами, там, ну, какие бы ни были проблемы, что-то нужно, какие-то вещи, там, или деткам что-то. Ну, то есть, с их стороны вообще все прекрасно. Ну, как-то обжились. У нас все ребята хорошие. Нас тут почти 100 человек. Ну, в основном все с детками, да. 97 человек. Временным домом для всех стал этот пункт размещения. Для людей выделили часть общежития многопрофильного колледжа. Для удобства людей здесь оборудовали и комнату прачечную. Вот они, три стиральные машинки, автомат, чтобы не было сложно постирать то же самое детское белье. Здесь его можно повесить, а здесь уже и погладить. И, кстати, питание тоже трехразовое, бесплатное. Ходят, кушают в столовую. Здесь же на месте каждому помогают решить личные вопросы и по возможности трудоустроить. Взрослые, мужчины, у нас работают все 100%, все до единого трудоустроенные работают. Женщины, по мере возможностей, кто имеет возможность, тоже работают. Все, кто не имеет возможности, но, соответственно, с детьми находятся дома. Оксана Ермолаева тоже приехала из Донбасса. Нашла работу на первом этаже общежития. Ей предложили занять место вахтерам. С первого месяца. Удобно и работать, и жить в одном месте? Ну, конечно, да. Вы одна приехали? С детьми, с детьми, с внучкой. Они тоже здесь. Ну, они в школу, в садик устроились? Да, внучка в садик ходит. Дети тоже устроились на работу. Каждый по-своему, но вместе они начинают все сначала. Верят, что у героев сюжета все получится. Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.